всем привет добро пожаловать в это новое видео сегодня у меня будет можно сказать открытие новой рубрики я вышла за пределы своего дома и поехала наводить порядок и организацию хранения на маленькую кухню в панельном доме все организационные материалы органайзеры покупала в магазине леруа мерлин кроме банок для сыпучих продуктов и не смогла пройти мимо кухонь сняла вам наиболее понравившуюся такая минималистичном стиле со встроенной техникой и цена в леруа уже с техникой 300 тысяч рублей без техники 150 и там по моему только фасады 1070 но я поняла что технику все-таки нужно встраивать это значительно сэкономит место на кухне и облегчит уборку чем меньше пространство куда может падать еда тем лучше плюс я поняла что хочу двухкомфорочную плитку на будущее и возможно даже отказалась бы от встроенного духового шкафа сделав выбор в пользу таких небольших сейчас печей я бы не сказала что в леруа мерлин слишком такой большой выбор органайзеров ну что есть то есть поначалу прям разочаровалась поняла что некоторые позиции ничем не хуже не отличаются от тех же органайзеров fix price но затем еще приняла одно нестандартное решение которое нашла только в леруа мерлин обязательно перед выбором органайзеров нужно измерить пространство куда вы будете вставлять продумать что там будет нах и конечно нужно продумать свой финансовый план потому что на самом деле купить например шкаф 4 стены полки стоит в половину того чтобы его организовать и наполнить ну что вот мы перемещаемся на эту маленькую кухню небольшая предыстория это однокомнатная квартира в стандартном панельном доме и владельцы этой квартиры мои родители открою вам секрет решили сделать из однушки 30 метров двушку поэтому они вынесли кухню в коридор здесь был раньше шкаф как по типу антресольного встроенного шкафа еще можно сказать от застройщика родители живут вдвоем я у них единственный ребенок который давно вырос и уехал собака еще у них есть поэтому им не нужно много всего но тем не менее не визуального не физического порядка все равно поддерживать не получалось потому что и кухня маленькая и все равно имеются какие-то предметы продукты посуды небольшая мелочевка которую нужно было организовать я так как закончила обучение на организатора пространства мне нужно было какого-то клиента первого я выбрала самого безропотного это конечно же свою маму к бабушке мы кстати приезжали не с пустыми руками к чаю привезли с собой куличики я детям устроила традицию так как всю неделю не ходят в садике на кружке возвращаются поздно то по выходным и что-нибудь вместе печем сегодня будем репетировать с вами пасху готовить кулич и красить яйца я каждый год думаю что надо найти какой-нибудь рецепт испечь кулич но так и ни разу не пекла мне кажется что все это очень сложно но и линка увидела в тик токе набор для выпечки сделай бокс и уговорила меня попробовать в набор уже входит все нужное для приготовления куличей смеси дрожжи глазурь посыпки сахарные фигурки формы украшения для из и термонаклейки девочки если не хочется отставать от хозяюшек что хвалится куличами и красивыми яйцами в соцсетях то простой и гарантированно успешный вариант если придут гости то мы будем тоже не про конечно самое главное это эмоции ваши и детей когда вы будете украшать куличик и красить яйца занятие будет очень вкусное и веселое сделай бокс не подвел вот у нас какие получились чудесные куличи и симпатичные зачишки из яиц и конечно остались приятные воспоминания мы свой набор заказывали на вал борис в описании оставлю ссылку еще и на озон и на официальный сайт чтобы вы тоже могли попробовать а поначалу я вам показала прям самые первые кадры когда вообще никто там до меня еще не наводил специально порядок я приехала совершенно внезапно для того чтобы чисто для себя поснимать вообще с чем работать и измерить ящики сейчас уже кухня после таких можно сказать крупных мазков мы поменяли микроволновку это моя микроволновка у меня и две прислали на рекламу и одна пришла немножко помятая папа забрал ее и починил и сразу была заметна разница когда черная микроволновка поменялась на свет далее уже немножко разложили вещи по другим местам мама заменила дозатор и если вы начинаете работать организатором пространств то это можно сказать технический выезд когда вы знакомитесь с пространством слушайте какие потребности у клиента какие пожелания почему у них вырабатывается такой беспорядок что служит причиной этого беспорядка какие есть препятствия к порядку ну и много других вопросов крышкой пользуетесь тряпками конечно не пригодятся то зачем потому что в лима мы часто не если вяжи пол моими лапу вытираем это не это я брала воля еще в первую очередь мы стали доставать все из шкафчиков и каждую вещь рассматривала я и спрашивала у мамы для чего она и будет она не пользоваться дальше для того чтобы удобнее пользоваться микроволновка до этого у них была небольшая печка не стали покупать вторую дверцу чтобы закрывать вот эти открытые полки поэтому когда я ездила в магазин то измерила расстояние между полками и немного просчиталась я померила что должно быть 14 сантиметров сверху но видимо какую-то кромку еще не зацепила в общем те мои корзинки которые я купила не вошли сюда но чуть позже я вам покажу и как мы вышли из этого положения дальше подмойкой тоже достаточно места но когда вы каждый день делайте одни и те же действия вот если бывает раз поставили затем повторяете то глаз замыливается и ты в принципе не видишь каких-то других вариантов как может быть я когда приехала со свежим взглядом посмотрела сказала для чего у вас аэрогриль стоит в ванной комнате на стиральной машинке то есть мама когда готовила доставала его оттуда затем снова убирала а если машинку включали то естественно тоже этот аэрогриль гулял где-то вот по коридору так как место на это небольшой кухне ограничено то я не могла достать вот прям сразу все и посмотреть таким обширным взглядом приходилось доставать по ящичкам и одно из правил организации все-таки вещи одной категории хранить друг с другом например вот салфановые пакетики они лежали по моему в нескольких местах мы их объединили в одну корзинку вот эти небольшие корзинки я покупала на вал борис и так как корзинки универсальные они могут подойти вообще в любую организацию в любое место промежуточный результат сняла кухню в момент когда все вытащили из нее но опять же стоит отметить что так как места мало и так как все вытащено из ящиков то смотрится много всего на самом деле естественно нет в принципе в полтора квадратных метров много и не влезет у мамы были какие-то два контейнера под сыпучие продукты говорит пользоваться ими неудобно и в процессе осмотра мы поняли что они в принципе под кондиционер и под какой-то жидкий порошок потому что имеет вот эти вот силиконовые носики поэтому эти силиконовые носики забивались крупами потом уже скрипели не открывались все-таки контейнеры нужно использовать по назначению как например вот эти купленные они были куплены в магазине гипермаркет дом возможно такие есть и в леруа я уже не смотрела очень мне нравится я прям пищал от восторга какие они красивые я вообще любитель такой ребристой посуды переложила уже часть круп макарон в контейнеры сколько у нас было затем вы докупили еще все это смотрится очень эстетично красиво во первых они все герметичные упаковки ничего не будет вываливаться во вторых они очень очень эстетично выглядят они между собой сочетаются так как их можно штабилировать в один уровень третьих случайно принесенный жук из магазина не испортит все крупы что имеются в доме на этом моменте когда у меня контейнер не вошел в полку я конечно была удивлена мягко говоря и даже немного растерялась не знала что делать и вот опять же такая психология если я приобрела органайзеры именно вот для этих мест у меня не сразу пришел другой вариант как поменять их местами поэтому я тут даже пыталась дырки сделать папа был на работе и слава богу мне ничего не получилось потому что решение было вообще самым простым и легким родители складывали посуду стопочкой думая что она не поместится вертикально мы же нашли такой низкий держатель для посуды покупали в магазине голомарт и основные ходовые тарелки поставили в него также я в леруа мерлен купила коврик силиконизированный для того чтобы защитить доски потому что именно вот эти фасады от воды имеют свойство набухать и например дверца уже испорчена у них есть в запасе другая дверца но как-то знаете не было стимула ее поменять после того как я навела порядок там же родители самостоятельно заменили и дверцу коврик полупрозрачный такой приятный на ощупь имеет полоски по которым очень удобно его резать благодаря этому коврику мы защитили часть ящиков от влаги а часть ящиков застелить для того чтобы предметы там не катались как например под микроволновкой маленькие ложки для удобства родители хранят на магните для того чтобы просто протянуть руку и взять сразу необходимое но они подвешивали их как бы наоборот и получается ножка от ложки торчала я же повернула их другой стороной и стало смотреться такое хранение более эстетичное когда я осматривала кухню продумывала какие органайзеры купить сюда то сразу хотела избавиться от того ящика который вы видели с самого начала это папа его самостоятельно сколотил поэтому я зашла в леруа в отдел где продавались гардеробные системы увидела вот эти решетчатые металлические ящики и поняла это то что мне нужно в процессе организации круп сыпучих продуктов поняли что контейнеров не хватает поэтому магазин вот гипермаркет где они продаются был недалеко мама сходила докупила уже хотелось чтобы все было одинаково и они хорошо уже показали себя в деле так вернемся к организации под мойкой если слева лежал самостоятельно сколоченный ящик то справа ничего не было мама запихнула туда какие-то тарелки которыми они не пользуются лук сивок на случай посадки весной я поняла что тоже хочу задействовать это пространство на маленькой кухне нужно использовать все возможные варианты поэтому приобрела именно две корзины для хранения в гардеробных но одна корзина у меня все таки стала использоваться в другом месте приправ у родителей немного поэтому под них я не стала подбирать и тратить деньги на какие-то специальные баночки для приправ просто мы разобрали и даже вот в этом немного нашлось то что можно уже выбросить по истечению срока годности кто-то где-то отдал где-то она просто купила думала будет пользоваться но так и не пригодились поэтому я поставила их тоже в органайзер беленький который уже был у родителей в наличии ну и конечно на каждой кухне имеется какая-то мелочевка защепки прищепки резиночки поэтому тоже для них нашлась отдельная корзиночка которая занимает совсем немного места и кстати изначально показалось что складывала в желтую затем мы в домашних запасах нашли белую там лежали карандаши моих детей поменяли местами и теперь все беленькие корзинки несмотря на то что там из разных каких-то коллекций разные покупки смотрятся органично так как корзинки все-таки имеют решетчатую структуру я решила застелить остатками вот этого силиконового коврика для того чтобы защитить все-таки от попадания различного мусора снизу вообще планировала вот эту корзину ставить рядом с той которая стоит под мойкой но затем вот совершенно случайно хотя казалось бы это логично пришло понимание что нужно поменять их местами с большими корзинками сканди несмотря на то что это решение получилось случайным так как у меня просто сканди не влезли в ящик то все равно все смотрится очень классно как будто так задумано при открывании закрывания микроволновка постоянно каталась поэтому для таких случаев от коврики специально и придуманы для того чтобы предметы стояли на месте и не разъезжались и не разбегались я сейчас тоже практикую такую на своей кухне мне очень нравится только коврики как уже сказал у меня другие также так как нет особо рабочего места то папа придел вот такой складной столик в середине коридора и мама на нем часто готовила поэтому панели которые были прибиты до этого покрылись такими пятнами жира я хочу сделать у них косметический ремонт поэтому присоединяйтесь ко мне подписывайтесь на канал если не подписаны думаю будет интересно вот я любитель заниматься переделками организация пространства наведением порядка особенно у кого-то другого у себя уже знаете так надъедает и душа требует раздолье также в леруа мерлен я купила совершенно недорогой в районе 350 рублей раздвижной столик его можно использовать как разносик для того чтобы завтрак себе туда складывать я же поняла что он отлично зайдет под мойку несмотря на то что в принципе мы организовали практически все вещи и у каждой вещи сейчас есть свое место думаю лишним не будет если мама даже что-то купит все равно должно оставаться какое-то место для манипуляций уже среди вещей родителей я нашла три красивые баночки они между собой сочетаются поэтому тоже здесь не стали покупать что-то новое для сахара кофе и по-моему там еще соль стоит моя уборка и организация на маминой кухне подходит концу остаются последние штрихи где я уже расставляю декор ну декор это вот одна небольшая зеленушка которую вы видели в самом начале и в принципе уже можно оценивать результат и и и и и и и и и вся моя семья я и родители остались довольны и им сейчас легко поддерживать порядок даже папа видя какой труд дочка сделала то есть все подобрала все измерил съездила купил а привезла расставила поддерживает с нами созданный порядок. Поэтому даже на такой крошечной кухне можно организовать предметы и создать удобную систему для хранения вещей. И несмотря на то, что места, конечно, гораздо меньше, чем в стандартных кухнях, зато у них есть сейчас две полноценных комнаты. На этом мое видео подходит к концу. Благодарю вас за просмотр. Пишите свои комментарии. Если вы из Челябинска и вам требуется организация пространства, буду к вашим услугам. А если еще позволите это поснимать на мой YouTube-канал даже без лиц, то услуги будут совершенно бесплатные. Всем пока-пока и увидимся в новом видео!